Девушки отдыхают Ну, не может быть Тем не менее, это факт Вот вам, лояльность и рассказовский либерализм Ну, может быть, Женя не здоровилась, а? Плохо чувствовала Ну, дайте ей возможность переписать эту работу Ни в коем случае Вот она, демократия во всех ее проявлениях Хорошо, хоть ранее, так этих больше нет Одной проблемы меньше Ведь мы не ангелы, живем мы на земле Дождем растаяли, как слезы на стекле Наши крылья растворились, улетят на небеса И, наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу плыли мы не бедом, а куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не отъел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не отъел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Спасибо вам за прекрасно проведенное время И очень приятный собеседник Вам правда понравилось мое общество? Честно говоря, мне и сравнивать не с чем Я очень давно просто так не сидела в кафе Никогда не поверю, что не было мужчины Который бы не захотел пригласить вас на ужин Вы такая интересная женщина Ром, спасибо, конечно Но мне пора бежать А хотите, я вас провожу? Я думаю, вы давно просто так не гуляли по городу Это правда Ух ты, какой букет Для меня, да? Очень трогательно Дай-ка сам догадайся За то, что я три часа в мастерскую Место себе убирал Слушай, извини Совсем закрутился Такой бардак здесь оставил Не, а цветы для Ани Для какой? Для твоей Я сегодня конкурс проходил В художественной академии Занял первое место Да, поздравляю Я так понимаю, эту Анькину скульптуру выставил? Да, и теперь она долгое время будет стоять в холле института Так что можешь ходить и любоваться Понимаешь, я просто долгое время не хотел говорить Боялся сглазить А теперь можно и порадоваться Ну, рад за тебя А кто возглавлял комиссию? Не поверишь Завадская и Пекалов Я когда их увидел, думаю Ну все, бери друг Юрия, а не на голову в руки И сваливай отсюда Они опять так всех срезали Да, жесткая парочка, повезло тебе И не просто повезло Они хвалили меня И выбор натурщицы заценили Ну, а где все же они? Понятия не имею Не, ну я серьезно Когда встречаетесь? Я хочу подарить ей цветы Думаю, приятно будет А мы не будем с ней встречаться в ближайшее время Да и в дальнейшем им тоже Почему? А мы с ней расстались Вот это новость Жень, нам надо поговорить Ты в последнее время Стала какой-то дерганой И это очень заметно По-моему, я спокойно, как удар Все у меня нормально, Лер Тебе кажется Со стороны виднее Еще немного И ты начнешь на людей бросаться Не бойся, не начну Жень Ты же хотела скрывать то, что происходит у тебя в семье Если ты будешь продолжать так себя вести То все догадаются Давай, привози себя в норму Лер, да хватит меня лечить Все у меня нормально Все супер Да, взамен Да что вы ко мне прицепились Да я стала другая У меня другая жизнь Свободная и прекрасная Женька Ты думаешь, что я не понимаю, что ты переживаешь из отца? Да плевать я на него хотела, понятно? А я так не считаю Когда он был с вами То ты была спокойнее Просто нужно немножко подождать Все образуется Лер, я уже десять раз пожалела, что тебе обо всем рассказала Жень Ну что ты так реагируешь? Я же спокойно с тобой разговариваю Совсем недавно ты была совсем другой Какой? Какой-какой Нормальной То есть я хотела сказать Ты была лучше Извини, что разочаровала тебя Алло, Лех Привет, это Лера Слушай, можешь приехать прямо сейчас? Нет, нужно прямо сейчас А, Людмила Федоровна, можно войти? Уже вошла? Скажите, а как там моя контрольная? Все нормально? Ну, если для тебя, Зеленова, это нормально То у тебя два Не может быть Ты рассчитывала вот за эту писанину получить Отличную оценку? Тут ни одного правильного решения Ну как же так может быть? Я ведь все ответы с Алёхиной сравнивала Вот как интересно Ну-ка, дай-ка сюда сейчас посмотрим Ну надо же, а, один в один Черточка к черточке, точечка к точечке Ты еще и списывала, а? Ну все как у Алёхиной И оценка такая же Подожди, а что у Алёхина двойка? И еще у половины класса Я это так не оставлю Я вам покажу сериал Ну, ну как же так? Николай Павлович, я очень рад, что во внедрении моей новой прогрессивной методики Примет участие такой опытный по тому, как вы Вот хотелось бы знать, что вы об этом думаете Ну что, пока ничего Я должен это внимательно учить Да, я понимаю, но вам же, наверное, некогда Вы можете просто подписать Я уверяю вас, мою методику многие одобрили и уже подписали Видите ли, я как-то не подписываю документы, пока я их досконально не изучил Мне очень лестно, но дело в том, что я не могу ждать Ничего не поделаешь, придется подождать Послушайте, мою методику уже практически одобрили Тут нужна только ваша подпись Ну, это же такая чепуха Чепуха? Молодой человек, когда речь идет о работе с детьми, тут мелочей не бывает Все важно, понимаете? Особенно новые методики Нет, ну, вы в конце концов не трактор испытываете, понимаете, не трактор Вы работаете с живыми людьми Извините Извините Ну, вот мы и пришли Коллеги адвокатов, неожиданно А по какому поводу? Мне бы не хотелось об этом говорить Так, свои проблемы Извините, я уже опаздываю, нужно идти Так давайте я схожу вместе с вами Посижу в приемной, пока вы консультируетесь Нет, 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 я не хочу вас задерживать Да я свободен Но если вы хотите, чтобы я ушел Да Так будет лучше Итак, друзья, начнем А где Ера? Она сейчас будет Ну, хорошо, без нее В прошлый раз я вас просила выучить роли наизусть Ну и как? Ниша? А что вы на меня-то смотрите? Я готов А я тоже роль на зубок выучила Тебе верю Я совсем забыла У нас сегодня замена актеров Вершинина будет играть все-таки Антон И это еще не всего К нам вот пришел Коля Платонов Здрасте Да, вот Он будет играть Тузенбаха Спасибо, Коль Теперь мы точно справимся Слушайте, вот раз есть Коля Так может он и сыграет Вершинина? Наташа Это просто невозможно У нас нет времени на подготовку А потом Антон хорошо уже выучил свою роль И Коля подготовился Я пьес прочитал и слова выучил Людмила Федоровна, ну я вас очень прошу Ну позвольте мне исправить оценку Ну пожалуйста Само собой разумеется Ты будешь исправлять Я вас заставлю учебник выучить от корки до корки Лоботрясы, тунеядцы Ну я Ты про сериал? Забудь И чтоб я не слышала больше об этом Пока ты учишься, будешь думать только об учебе Совсем распоясались Людмила Федоровна Ну эти съемки для меня дороже жизни Я столько ждала этого предложения И вот Какой напор, какая страсть Видно, действительно, Зеленова в тебе погибает великая артистка Вот странно, что при таких талантах Ты не участвуешь в нашей школьной постановке Людмила Федоровна, так можно я буду участвовать? Я вас уверяю, у меня получится Я ведь даже курс актерского мастерства окончила Я вижу, как на глазах растет сознательность Я просто не знала, насколько это важно для нашей школы Вперед, если еще места остались Спасибо вам огромное Ну, а как же быть с моей проблемой? Ну, хорошо Только если это не будет мешать нашим репетициям Ну, что у тебя опять случилось? У меня, между прочим, работа Леха, у меня к тебе срочное дело Мне очень нужна твоя помощь Ну, а по телефону эту проблему нельзя было решить? Или дождаться, когда рабочий день закончится? Конечно, нет Это вообще-то не телефонный разговор Ждать я вообще не могу Угу, точнее, не умеешь Ну, в чем суть проблемы? Объясни В общем, моей школьной подруги отца посадили в тюрьму Продолжай Ну, я обратилась к папе, чтобы узнать, за что его арестовали Ну, точнее, какую статью шьют Ого! Ничего себе жаргончик Ну, впрочем, я забыл, с кем разговариваю Ну, и что сказал Андрей Васильевич? Папа говорит, что Женин отец виновен А дальше помогать он отказывается Сказал, что нужно ждать результата в следствии И то, что доступ к информации он не имеет Ну, и правильно сказал А от меня-то ты чего хочешь? Да потому что мне кажется, что Женин ватсап отставили Мне нужно узнать, кто это сделал Короче, нужно найти этих козлов и так, чтобы никто не знал Лера, ты с ума сошла, а? Ты не понимаешь, насколько это опасно? Так, и впутываться в это дело у меня нет никакого желания Жди результатов следствия Как только что-нибудь узнаю, я сразу тебе скажу Так, Лех, свободен, спасибо за честный отказ Лера, мой тебе совет, не лезь Там не все так просто, как тебе кажется Ну, что же, раз так, я сама разберусь с этим вопросом О! Глебатова Вот юноша Прокупфилу ищет, не проводишь? Да, конечно Спасибо за помощь вам Ну, что ты, мне было не трудно? Ну, и по какому поводу цветы? Классный букет Спасибо, рад, что не ошибся, выбери Я хотел его Анне Прокупьевой подарить Она сейчас не на уроке? Нет, у нас сейчас репетиция А, так что я не помешаю? Да нет, она еще и не идет Так что никто никому не помешает А что репетируете? Да, спектакль стою, Чехова Постой, дай-ка угадаю Дядя Ваня Нет Три сестры Угадал Два раза я постановку смотрел Ты театрал? Ну, не то чтобы, очень Один раз ходил, когда еще в школе учился Так сказать, обеззаловка Знакома А второй раз уже сам пошел Когда в институте учился Совсем другое впечатление Классно А я бы тоже сходила бы в театр Ну что, идем? Да, конечно Так Повторяю Ты сама никуда не полезешь Ты что ли меня запретишь? Что ж ты за человек такой, а? Ты не понимаешь, насколько это серьезно А ты не понимаешь, что в тюрьме сидит отец моей подруги И ей это очень плохо И я обязана ей хоть чем-то помочь Так, хорошо Как собираешься действовать? В общем, я найду этих уродов, которые его подставили И выведу их на чистую воду Только так и никак иначе, да? Я решила с тобой или без тебя Но я это сделаю Так, ясно Значит, план такой Без меня ни шагу Завтра утром встречаемся И ты мне все подробно рассказываешь Сейчас мне бежать нужно, у меня дежурство Я позвоню Тихо, ты что? Никаких звонков Полная конспирация И нельзя засвечиваться Сейчас сама куда-нибудь вляпаешься А я тебе и помочь не смогу Я, в общем, за тебя переживаю Спасибо, Олег Ты все-таки такой славный Лиза 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 Это вы? Вы не ушли Я подумал, вам нужна помощь Что случилось? Я бы не хотела об этом говорить Я интересуюсь не просто так Спраздного интереса Я подумал, может быть, я смогу быть чем-нибудь полезным Спасибо вам Но это мои проблемы И вообще, давайте сменим тему Как пожелаете Роман, вы только не обижайтесь Я сама еще толком ничего не понимаю У меня очень большие неприятности И я до сих пор не верю в то, что произошло Так зачем вам адвокат? Моего мужа посадили в тюрьму Так Интересно, а куда наша Наташа подевалась? Сейчас ее выход Она на минутку вышла Ну, я не знаю Прям как в детском саду Елизавета Матвеевна У нее там реплика короткая Ну, хорошо, продолжай Ань, ну что молчишь, продолжай Приду вечером Прощай, моя хорошая Желаю тебе еще раз Будь здорова, будь счастлива В прежние времена, когда отец был жив К нам на именина приходило Всякий раз по 30-40 офицеров Ой, простите, я, наверное, не вовремя Да ничего, ничего А это вот к Ане, на секундочку Ничего, можно? Можно Простите, пожалуйста, за опоздание Я готова репетировать Интересная картина, я ничего не пропустила Да нет, ты как раз вовремя Привет, не ожидал тебя здесь видеть Еще раз, простите, что помешал Дело в том, что я победила на творческом конкурсе Аня помогала мне, я лепила ее лицо И нас оценили по высшему балу Ух ты, поздравляю Аня, эти цветы для тебя Спасибо тебе за твою красоту Она принесла мне победу Спасибо большое за цветы Наташка, поручай Сейчас моя реплика Можешь Юру проводить, а то он заблудится Легко Так, продолжаем Ну что Познакомился я, так сказать, с вашим проектом Вот я уверен, что вы со мной согласились Потому что мой проект, это методика будущего Я уверен, что он будет иметь такой же резонанс, как и имела ЕГЭ Ну вспомните, ЕГЭ же было первой ласточкой Ласточкой Ну и куда эта ласточка залетела? Таких дров наломали, что? Не понял Вы что имеете ввиду? Ну а что хорошего в этом ЕГЭ? Вместо вдумчивой, глубокой учебы галопом по Европам Вместо глубокого ответа на экзамене Варианты ответов Логика где? Где анализ? Тыкнул пальцем в небо, а вдруг принесет? Но практика-то показывает прекрасный результат Да что вы, практика, практика Сразу видно, что вы в школе-то ни одного дня не работали Ведь не работали же Это что, важно? Важно Сообразили, ввели, ЕГЭ Ну а где этот момент, когда учитель смотрит в глаза ученику? Или, допустим, ученик заявляет учителю, я не согласен, с Ньютом А? И такое выдает голова кругом А ты думаешь, боже мой, гений Гений! И это, это мой ученик, которого я еще первокласская знал А сейчас что? Тыкнул в бумажку и пошел Что же делать? Он казался мне сначала странным, потом я жалела его Я думала, тут клопов давит, а эта, оказывается, Прокопьева в роль вошла Браво, браво Елизавета Матвеевна, а я буду играть в спектакле В каком? Ну, как в каком? Вот в этом, три сестры, кажется Ой, а я думала, кроме сериала тебя еще в спектакль пригласили Болит, ты меня извини, у меня сегодня очень сильно голова болит Я хочу пойти в кабинет лекарство принять А вы продолжайте, продолжайте Елизавета Матвеевна, подождите, но... А я-то как? Со мной что? А нам девочки уже не нужны Нам мальчики нужны И не отвлекай ребят Пусть репетируют Репетируйте, безумия, я сейчас лекарства приму Хочешь быть сторожем, ферапонтом? Мы тебе ружье из картонки вырежем Слушай, Семенов, заткнись Мне ваша самодеятельность не интересует Если бы просто одна жаба не заставила меня сюда прийти Опять ты все перепутала, Зеленова Царевную лягушку мы будем играть в следующем сезоне Слушай, Алёхина, подойди-ка сюда А что, какие секреты? Да нет никаких Просто я таких подстав не прощаю Ты специально мне дала списать работу на два балла? Слушай, блондинка-то поголовая, вали-ка отсюда И вообще забудь про это списывание Начинай думать своими блестящими мозгами Ну, хорошо, а давайте, может быть, мы вернемся Николай Павлович, к... Прости Вернемся к моей методике Давайте? Давайте, давайте вернемся Что-то из области фантастики Да нет, нельзя это в школе вводить, понимаете, нельзя Подождите, лингофонное обучение без учителя Это педагогика будущего Да вы поймите, класс без учителя Это все равно, что ребенок без матери Вы еще начните их обучать по радио или по телевизору Чтобы они вообще друг друга не видели Я понял Вы против прогресса, да? Да я за прогресс, за прогресс Но если прогресс калечит душу ребенка Превращает ребенка в робота А давайте вот мы можем прямо сейчас проехать в экспериментальную школу Где эта методика уже внедряется Уже внедряется? Конечно Есть время у вас? Есть Я обязательно должен у нас есть Скажи, а для тебя этот конкурс очень важен? Да, конечно Приятно услышать от настоящих мастеров, что ты действительно чего-то стоишь И тем более я очень люблю свою работу Ты учишься на художника? Нет, я буду скульптором Но живопись мне тоже интересна Особенно ультрасовременные направления И какие, например? Ну, например, граффити А граффити – это искусство? А что же Творческий подход любое занятие делает искусством Даже рисование на стенах Наверное Слушай, а ты не хотела бы научиться И, к примеру, разрисовать свою комнату? Хотела бы Давай мы с тобой еще раз встретимся И я помогу тебе Ну, это было бы здорово Хороший день сегодня И на конкурсе победил И девушку хорошую встретил И даже могу помочь ей решить проблему с граффити Спасибо Тогда до встречи Пока Пока Хватит хихикать Я все равно буду играть Хотите вы этого или нет Да кто ж против? Пойду искать тулуп Да что вы о себе возомнили? Это на вас смотреть противно Актеришки несчастные Слушай, вали отсюда Нужно было идти, когда звали Мы тоже играть не хотели Ну, тогда и уступите мне роль Еще чего Пришла вся такая распрекрасная Зеленова И мы надавая ей свою роль уступать Не хотите по-хорошему Тогда я Хлопать не будешь? Или бис кричать? Ребята, ну пожалуйста Ну мне правда нужна эта роль Если я не буду играть в спектакль То Борзову не отпустит меня Ну что ты знаешь-то? Что, сразу нормально объяснить не могла? Давай тебе свою роль отдам Лен, ты что обойдется? Ты сам прекрасно знаешь Нам нужно все вместе В этом спектакле играть Все уже решено Действительно, раньше нужно было думать Лен, Женька права Девчонки, не обижайтесь Мне позарез нужно уйти Пусть играет вместо меня А как же Ты меня поняла Я хотела вас предупредить Ну девчонки, ну вы же меня знаете Если я отпрашиваю Значит мне очень нужно Ну что, как проходит эксперимент? Все ведь чудесно, правда? Эксперимент проходит замечательно Результаты положительные Ну а можно поподробнее? Как вы преподаете? Я сижу у себя здесь в кабинете И вижу, как проходит урок Сразу в четырех классах В четырех? Значит просто наблюдаете А как Вот вы подаете новый материал? Поймите В каждом классе висит Большой монитор И дети слушают лекцию по монитору Сразу в четырех классах Ну а если вы, например, проходите Творчество великого поэта Пушкина Кто-нибудь захочет, чтобы прочли любимые стихотворения Не можете прочесть? Зачем? Есть же диски Включай, слушай Ну а как дети учатся? Успеваемость как? По-разному Вот, например, 11А23 Тест сданный, отлично Тест А что такое 11А23? Это 11А класс А 23 это номер ученика Номер Прям как в концлагере Ну а как учатся 11Б-17? 11Б-17 Не очень Тест не сдал А вы можете назвать их по именам, по-человечески? Ну как их мама назвала? Можно посмотреть, но это лишнее 11А23 это Денисова Светлана 11Б-17 это Никита Нечаев Скажи, а тебе никогда не хотелось? Пойди в класс Посмотреть им в глаза Назвать по имени Маша, Света, Никита Хотелось, конечно Я же этих детей с пятого класса веду Я их помню еще маленькие Ну слава богу А то я подумал, что мир сошел с ума Я не пропустила ничего? А почему у вас такие странные лица? Да вот пришла Зеленова и пообещала нам показать Кузькину мать Точнее сыграть Только убы в нашем спектакле такой роли нету Семенов, перестань Стоп, не понимаю ничего А почему не репетируем? Зеленова хочет играть в спектакле А роли-то для нее нету Зеленова, можешь отдыхать Девчонки, давайте ей мою роль отдадим Да не дождется Ну вы понимаете, так будет лучше Но у меня времени совсем не хватает Она меня выручит Ну что вы молчите Лена же добровольно отказывается А я хорошо сыграю Я обещаю, я вас не подведу Ну раз Ленке нужно Уступим, значит? Девчонки Спасибо вам Ну можно? Мне правда нужно бежать Ну вот я вам все и рассказала Да Не веселая история Мне кажется, я была излишне откровенна Нет, вы все правильно сделали У меня складывается такое впечатление Что муж ваш не очень простой человек Раз захотел одного из самых дорогих адвокатов Да, я его порой сама не понимаю Так бывает Вы знаете, я в хороших отношениях с адвокатом Зильберштейном Правда? Чистейшая правда Но он, конечно, не бесплатно работает Но я могу поговорить с ним, чтобы он дал вам скидку По дружбе Но какую-то сумму денег ему действительно придется заплатить Простите за некорректный вопрос У вас есть на это деньги? Есть немножко Правда, совсем незначительная сумма Сбережение мужа Вот если бы я работала, может быть Я постараюсь найти вам хорошую работу Вы мне так неловко Вы меня совсем недавно знаете И принимаете такое активное участие в решении моих проблем Это нормально Помочь хорошему человеку А мне с вами легко Мне кажется, что я вас очень давно знаю Все будет нормально Вы мне верите? Верю Вот и славно А что вы все уставились? А что за роль? Ну, давайте мне слова Мне же как-то надо в образ войти А может, не стоит? Аленка играла самую простую няньку Так что входить в образ сильно не напрягайся Что? Я не буду играть какую-то няньку Вы что, специально меня не предупредили? Не какую-то, а 84-летнюю Полина, уважай хотя бы возраст Ни за что Свободна Ладно, хорошо, я буду играть Ну, я смотрю, вы без меня немного расслабились А у нас опять замена И вместо Лены будет играть Полина Ну вот Ну никак вы не можете без сюрпризов Ну, прошу, Полина С тебя и начнем Пожалуйста Нет, с Леной я все-таки поговорю Знаете, я не понимаю смысла вашего проекта И считаю его, извините, вредным А как же? Прогресс, новые технологии А главное, экономия На детях нельзя экономить Эта экономия потом выходит нам боком А вы понимаете, что это облегчает жизнь и работу учителей? Это не учителя Вы знаете, в разрезе вашего эксперимента Они мне напоминают диспетчеров На цементном заводе Причем не живых людей, а автоматов Ну хорошо, и какой же ваш вывод? Я против Категорически против А вы понимаете, что вы в меньшинстве? Да мне все равно влиян Главное, что вот это я в школу не пропущу Пока жив Ну и долго ты будешь молчать? Сейчас твоя реплика Не нужно меня торопить Мне необходимо сосредоточиться И вообще все неправильно Что именно тебя не устраивает? Если бы ты сказала свои слова более проникновенно То мне бы не пришлось молчать Говорить снова Ладно Глупости ты говоришь, няня Никто тебя не гонит Стоп! Ну все плохо Вообще не убедитель Из-за этого от земли Ну так невозможно работать Ну они же как роботы Полина у нас все замечательно играет У нас нет никаких проблем Продолжаем Кстати, твоя реплика сейчас Ну хорошо Родная моя Золотая Я дружусь, работаю Слаба скоро стану Мне скажут Пошла А куда я пойду? Хорошо бы с вещами и на выход Ну мы притомили уже всех Я одну не пойму Чем она лучше других играет? Только понты свои кидает А время-то идет Нет, невозможно работать в таких условиях Нет, я не понимаю, что происходит Полина, ну что еще? Из-за чего все? Одни понты Вот когда я занималась На курсах актерского мастерства То нам там объясняли, что Тебя там учили не глотать фольгу Когда сырки трескаешь Ты еще не забыл свою центровую роль? Садись А я думала, ты Аня со школы пораньше пришла Она в последнее время так поздно приходит Ира, прости, что я без звонка Шел мимо, решил зайти Чайку Ну давай чайку Сейчас Честно, не мешаю? Да ты что? Я сегодня вечером сама звонить собиралась О, интересно А по какому делу? У нас с Мишей Налаживаются отношения Очень рад за вас Вчера вечером я домой провожал Мне показалось, что я ему нужна И вообще ему очень нравится, что мы вместе работаем Это очень хорошая новость Это для тебя хорошая новость Потому что теперь путь к сердцу Лизы Для тебя совершенно открыт Можешь брать ее просто голыми руками Видимо, я не из тех, кто добивается легких путей Я не очень поняла Ты сейчас о чем говоришь? Понимаешь, чем труднее женщина добиваться Тем больше она мне нужна Подожди, ты хочешь сказать, что тебя Лиза больше не интересует? Я влюбился в другую женщину Через час я вернусь и опять буду с тобой, Ирина Это что такое? Ну-ка, немедленно прекратите это безобразие Что это такое? Что опять-то произошло? А то она подойдет, Алёхина Чем вы тут занимаетесь? Еще дальше! У Елизаветы Матвеевны от вас Я этого не ожидала Чего вы не ожидали? Господи, какой сегодня тяжелый день А Лиза, чего вы не ожидали? Я почти полвека Проработала в школе Все мои постановки Нравились всем И ученикам, и учителям И вы тоже заразились этой вульгарщиной Вы должны были ставить классику А мы классику и ставим Вот, пожалуйста Сцена из пьесы Чехова Средание Тузенбаха с Ириной Не может быть Как не может быть? Ну дайте мне текст посмотреть Пожалуйста, пожалуйста Это безобразие, ну Нет, ну от Чехова я этого просто не ожидала Да чего? А что Чехов-то сделал? Разврата! Елизавета Матвеевна У меня к вам убедительная просьба Убрать эти сцены Заменить их чем-нибудь Да уж нет Людмила Федоровна Классику еще никто не менял И это даже как-то неприлично Нескромно Редактировать Чехов А я настаиваю Мы должны соблюдать нормы приличия Это в конце концов школа А не бордель какой-нибудь Мы должны заботиться О нравственном воспитании Подрастающего поколения Слышишь и дом какой-то На Людмила Федоровна Ну мне дали роль Я теперь тоже буду участвовать в постановке А что такое лицо недовольное? Или участие в общественной жизни школы Для тебя непосильная ноша? Да вы что, Людмила Федоровна Ну просто мне роль не нравится Вот как? А кого ты играешь? Людмила Федоровна У меня богатый опыт работы на публике Я закончила курс актерского мастерства Меня это интересует Я тебя, кажется, совершенно про другое спросила Мне дали роль старой бабки Вы представляете? Это Анфисе 84 года А в сериале кого тебе предложили играть? В сериале мне дали роль главной злодейки Ну она такая красотка, стервозная Зеленова, что за слова? А что? Вполне литературные слова Мне вот что-то в последнее время беспокоит эта литература Чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы мне дали другую роль Ну, Людмила Федоровна, ну роль служанки для меня это очень мелко Глупости! Что же это? Выходит дело играть добрую, трудолюбивую женщину для тебя стыдно? А негодяйку, от которой страдает все общество, почетно? Ну вы что, я вообще об этом не думала Просто мне кажется, что я могу справиться с любой ролью И даже с главной Потому что у меня богатый сценический опыт А я уверена, что роль служанки пойдет тебе на пользу Может быть, тогда ты поймешь, как тяжела судьба трудового человека Ну, на сегодня достаточно Мы и так с вами задержались А вам еще репетировать До свидания Вообще-то мне повезло с ролью Здорово! Ну что, репетиция закончилась, пора расходиться Во-первых, она самая легкая Ну, мы очень рады, что тебе понравилось Так, не надо меня перебивать, я еще не закончила свою мысль Давай в другой раз Так вот, во-вторых, у меня будет мало сцен А значит, много свободного времени Классно Пора по домам Да, хорошая мысль А вы почему не расходитесь? Мы решили еще порепетировать Ты же говоришь, что мы бездарные, вот мы и будем совершенствоваться Да, до твоего уровня Да, до твоего уровня Что-то здесь не было Это просто возмутительно, куда смотрит министерство образования А что? А что не так? В одиннадцатых классах Чехова! Так это же прекрасно Это аморально! Там присутствуют сцены вот это с поцелуями Знаете, Людмила Федоровна, вот современная программная литература Она изучает не только Булгакова и Бунина Но и современных авторов Войновича, Набокова, Довлатова А чеховские сестры Это просто наивнейшие произведения И вот чему мы можем научить детей, когда мы сами же их учим разврату? А где с ее иной? А как у нас обстоят дела с мировой художественной культурой? Простите, я не поняла вопроса Что тут непонятного? Я надеюсь, картины, скульптуры вы представляете ребятам с одетой натурой? Отдете? Отдете? Отдете Понимаете, искусство, оно предполагает обнаженную натуру Сплошь и рядом А особенно скульптура Ей просто необходима обнаженная натура Вот это вот и есть, так сказать, наша культура И вот мне самое удивительное, что именно вы говорите это вот так спокойно А что такого, Людмила Федоровна? Все мы произошли от Адама и Юли Вот только вот не надо за всех расписываться Да, мои родители были порядочными людьми, между прочим, тот же из педагогов Простите, я же пошутила? Ухудела в этой школе только мне одно не до смеха Хорошо С завтрашнего дня все скульптуры, картины и прочее мне на стол На согласование Ну что, тебе удалось попасть в труп? Мне не удастся, смеешься, что ли? Ну я рада тебя Если честно говоря, я чувствовала ужасно среди этих уродов Представляешь, Прокопьева главная героиня Ну а ты блистала? Конечно, и когда вышла на сцену, они все рты подкрывали Но я ему показала, как должна играть настоящая актриса На кого ты играешь? Не важно Главное, что репетиция уже давно закончилась Все ушли, кроме Ронеток И что? Не нравится мне это Если не ошибаюсь, то ты меня заинтриговала Сейчас мы кое-что проверим Если мои догадки оправдаются, то Борзова порадуется от души А кое-кого ждут большие проблемы Я думала, она здесь останется ночевать Не говори, еле отвязались И все же, как мы без Ленки играть будем? Ну, что поделаешь У всех появились срочные дела Ну, давайте хоть, может, попробуем Антоха-то готов? Всегда готов А подождите, я вам еще кое-что сказать хотела Я тут песню сочинила Хотите послушать? Классно, она еще спрашивает Конечно, хотим Чего ты молчала-то, Жень? Подождите, давайте потом узнаем Жень, давай Ну, ладно С утра умылся, побрился На завтрак бургеры в колледже В троллейбусе в угол забился Не опоздал, ты доволен? Тебя никто не узнает Ты весь цветет, что ты пахнешь Во сне меня понимаешь, ну а я Оу-оу-оу На завтрак бургеры На завтрак бургеры Не кури сигареты Не бей водку Катайся в сноубординг Занимайся спортом Не ходи в школу Люби свою маму Ее маму Другой ролик всегда На завтрак бургеры На завтрак бургеры На завтрак бургеры Субтитры сделал DimaTorzok Светлана Михайловна, срочно мне дать учебник мировой художественной культуры Пожалуйста, Людмила Федоровна Ой, Господи Боже Это же, это же, это сплошное распутство, разрад Это сплошные голые тела Такие учебники нам не нужны Их нельзя выдавать А их никто и не берет Это последние несколько осталось А остальные я первого сентября все раздала Вот, пожалуйста, список, у меня все строго Как жаль, что теперь их нельзя изъять из обращения А зачем, Людмила Федоровна? Вроде бы и оформление хорошее, и содержание И вот кто, кто утвердил такие учебники к печати? Министерство Как жаль, что я не работаю в этом министерстве Обязательно будете, Людмила Федоровна! Лично я в этом нисколько не сомневаюсь Привет, Миша, ты что здесь делаешь? Не твое дело, иди куда шла Фу, грубиян! Я, между прочим, к тебе и шла Слушай, Рит, тебе что, поговорить не с кем? Ну, я хотела с тобой поговорить А покажи телефон Ага, сейчас, разбежалась Ну, мне просто сказали, что тебе мама купила телефон новый Клевый, навороченный Ну и что? Ну, а я свой сменить хочу И думала, может, такой же куплю Ладно, на, смотри Только быстро А чего быстро? Мне надо все рассмотреть А тут памяти много? Сколько кеклов? Ладно, давай сюда Посмотрел и хватит, иди отсюда Нужно, стой! Уйю! Ну, это ваш первый клип Надеюсь, последний Она не любит конфеты Одним помятутся зубы Ее карман хранит и поверь Вау! Это глупо! Лужина, зараза, отдай телефон Я кому говорю? Догоню Лужина, хана тебе! Так, где у меня тут журнал нарушений Новенький Так и запишем Превышение Так, успокойся, расслабься, все нормально Ты сможешь, главное, спокойствие Да знаю я Все, соберись Давай, пошла Давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лужина, коза! Телефон отдала быстро! Я кому говорю, что страх совсем потеряла? Вот догоню, ноги вырву! Лужина, ты что с телефоном сделала? Да ничего с телефоном не случилось! Да фига ты телефон-то схватила? Больная, что ли? Семенов, расслабься! Ну, будем считать этого неудачной шуткой Сама дура, шутки у тебя дурацкие Ну, так мир Ладно Преимущество твое, это очевидно Поиграйся и подразни, дай зрителя насладить надрелищем Завалить тебе всегда успеешь Раунд еще подержи, потяни, не торопись Ну, сама не подставляйся Поработай, подержи, десталки Все, ни пуха, ни пера Все, ладно Молодчина! Красиво, технично, супер! Отлично! Сделаю все как надо Поздравляю! Ты-то как? Нормально Готовьте деньги Теперь ты у меня попляшете Ранее Насладься! Насладься! Не кури сигареты Не пей водку Катайся на стопорде Нанимайся спортом Не ходи в школу Люби свою маму Его маму Рок-н-ролл всегда! Насладься! 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 Вау! Она не любит...